Подпольный интернет-магазин по бесконтактному распространению наркотиков действовал на территории Рязанской, Московской, Липецкой и Владимирской областей. Между подозреваемыми были четко распределены роли, а также установлены законспирированные системы связи. В результате оперативно-розыскных мероприятий в Рязанской области при попытке реализации запрещенных веществ посредством тайников-закладок были задержаны 24 местных жителя, 17 мужчин и 7 женщин. Следственным управлением МВД России по Рязанской области возбуждено более 40 уголовных дел в отношении девятерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Из незаконного оборота изъято около 7 килограммов сильно действующих синтетических наркотиков. Еще одного организатора и закладчика интернет-магазина по сбыту синтетики задержали рязанские полицейские. 29-летний житель Хабаровска приехал на постоянное жительство в Рязань. На этом настояли родственники. Он был ранее судим за распространение наркотиков. Они надеялись оторвать мужчину от негативной среды, в которой он вращался. Однако Хабаровчанин образ жизни не сменил и организовал в Рязани деятельность сетевого наркомагазина. Злоумышленник заказывал через интернет партии наркотиков и посредством тайников передавал их для реализации своему 27-летнему, ранее судимому за фальшиво монетчество, сообщнику, которого он завербовал в качестве курьера-закладчика. Подельники не были лично знакомы и поддерживали связь с помощью сети интернет. Организатор рекламировал свои услуги по продаже наркотиков через интернет-мессенджер. При этом нелегальный магазин имел одинаковые названия с известной похоронной фирмой. Сотрудники полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность сообщников. При личном досмотре у организатора оперативники изъяли сверток с шестью граммами наркотического средства, которое он намеревался передать закладчику, а также пневматический пистолет. Мужчина пояснил, что носил его при себе на случай нападения конкурентов или наркопотребителей, которые выслеживают курьеров. Злоумышленники заключены под стражей. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере группы лиц», санкции которых предусматривает до 20 лет лишения свободы.